В сознании практически любого интернет-пользователя слово «Омск» возникает как ассоциация к новостям о нищете, криминале и крупных провалах. Как грустно шутят местные, так сложилось исторически. Формула «неуспеха» якобы заложена в самом названии города. По одной из версий оно расшифровывается как отдаленное место ссылки каторжников. Губернатор Александр Бурков в свое время утверждал, что всеобщий пессимизм регион до добра не доведет, а интернет-мем «Не пытайтесь покинуть Омск» отпугивает инвесторов, либо куда они часами будут верить в стереотипы, переломить ситуацию не удастся. С тем лозунгом «Не пытайтесь покинуть Омск», который существует, у инвесторов нет желания двигаться в регион, где не хватает оптимизма. И еще почему. Власть долго жила в закрытом режиме. Возможно, сказывается то, что Омск раньше был закрытым городом. Пока я не скажу, что мы привлекательны инвестиционно. Над инвестиционной привлекательностью сейчас работает целый совет при областном правительстве. И точно такой же организовали в мэрии. Не сказать, что деньги в Омск потекли рекой, однако инвесторы осторожно, даже немного опасливо стали заходить на местные рынки. А кто возьмется исправлять медийный образ города, который грозит испортить все попытки власти сократить количество поуехавших? Как развернуть направление миграции в свою сторону? Эти вопросы пока остаются без ответа. Вот и получается, что город, с которым связана судьба многих известных актеров, художников и политиков, в медиасреде получил условный статус черной дыры на карте России. Но ведь и Омску не чужды культурные радости крупных городов. Спасибо, что пришли. Так приятно. Очередной день из жизни города подходит к концу. А мечи кто с учебы, кто с работы, торопятся домой. Но ровно в 7 часов шумный торговый центр замирает, но на сцене появляется он, великий, но совсем не ужасный Борис Гребенщиков. Со своей группой в рамках акции «Песни в общественных местах» Гребенщиков колесит по городам, которые вряд ли могут похвастаться столичным лоском. Маршрут прошел через Барнаул, Томск, Кемерово. Там, как утверждает БГ, музыканты играют не для кассы, для души. И чем дальше от столицы, тем душевнее. Дарья, Дарья, в этом городе что-то горит. То ли души правы нет, то ли ветерит. Пожалуй, это случай, когда слово «провинция» уже не кажется таким обидным. И все-таки амичи статуса провинциалов стыдятся, пытаясь урвать свой кусочек шика. Вполне возможно, амичей избаловал Александр Колчак, в начале 20 века сделавший-таки Омск столицей. Пусть и ненадолго. А когда в 2018 году не заговорили о переносе столицы, амичи воспряли духом. Мол, вот он шанс показать, на что способен город и восстановить историческую справедливость. Но снова мимо. В список кандидатов на роль политического и экономического центра Омск не попал. А были ли шансы? Оказалось, были. И даже сейчас остались. В силу геополитического положения, что он находится почти в центре, это первый фактор. А второй фактор связан с тем, что в этом регионе существует диверсифицированная экономика. И воплощен весь технологический цикл, начиная от обучи и кончая переработки. Мешает, в общем-то, достаточно пассивная позиция на федеральном уровне. Вот это, наверное, мешает. Как считают эксперты, причиной такого невнимания сверху является экономический ландшафт России. На карте видно, как столичный хребет, угрожающий на вис над остальной страной. Где-то на финансовой и социальной равнине, в тени Москвы и Санкт-Петербурга, притаился Омск, который пытается подтянуться за остальными. Но делает это медленнее соседей. В общем, центральные регионы чувствуют себя вполне вольготно. Спускаться вниз не собираются. Так что на экономику пока рассчитывать не стоит. Значит, вся надежда на культуру. Раз в год Омск превращается то в театральную, спасибо золотой маске, то в кинотеатральную, благодаря фестивалю движения «Столицу России». В прошлом году была попытка даже стать столицей всего мира на время тотального диктанта. Увы, не удалось. За свой город и мячи голосовали неохотно. Впрочем, местные организаторы акции попыток дотянуться до звезд оставлять не собираются. Если театр начинается с вешалки, а успешная карьера с грамотной речи, то цветущий мегаполис, а в будущем, кто знает, и столица, возможно, начинается с чистоты. Так, похоже, решили специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства. И во главе со своим начальником Владимиром Казимировым отправились наводить порядок на набережные Иртыша. Рядовые сотрудники, начальники отделов и даже сам глава управления, вооружившись перчатками и мусорными мешками, взялись за чистоту. Работали с улыбкой, но то и дело, словно в укор и мечам бросали. Уехать-то ради лучшей жизни в Москву и оттуда критиковать малую родину большого труда не составит. Хочешь изменить город – начни с себя. Дальше будет проще. На самом деле, я считаю, что каждый человек должен начать сам с себя. Поэтому, как говорится, чисто совесть – чист город. Поэтому вперед и на субботник. Конечно, город более чем миллион, с большой традицией исторической и всего прочего. Конечно, здесь третья столица мы уже не зря называем. Поэтому надо равняться на Москву, на Петербург, на те города, которые являются и сегодняшней столицей, и второй столицей, а мы – третью столицей. Соответствовать этому статусу и уровню он необходимый. А чтобы, соответственно, заниматься городом, наводить чистую порядок. Начать с себя предлагают и омские медийщики. Корни проблемы, по их словам, уходят в далекое и уже почти забытое противостояние областной и городской власти, что тормозило все процессы в начале 2000-х. Сейчас же, когда распри остались позади, даже распиаренный СМИ недостаток региона отток населения можно обернуть так называемой фишкой. Проблема в другом, на сиюминутный результат рассчитывать не стоит. Я думаю, что не стоит печалиться, что из Омска едут люди. Давайте будем воспринимать Омск как кузнецу кадров. Ничего страшного, что люди уезжают. Да, они здесь учатся, но в дальнейшем находят работу где-то в другом городе. В Москве, в Петербурге, в Сочи. Да, мы кузнеца кадров. Ничего страшного в этом нет. В этом плане равняться советуют на Екатеринбург, который слепил себе коммерчески успешный бренд по сути из того, что было. Красивая, но малофункциональная гористая местность и полчища комаров в итоге дали неожиданный результат. Название Made in Europe тепло встретили люди в Екатеринбурге и его окрестностях, никогда не жившие. Так что и Омску создать что-то подобное вполне по силам. Получается, почти как у профессора Преображенского разруха, на которую так активно жалуются горожане, царит скорее в головах. И если с ней не мириться, фраза «Я, Мич» снова будет звучать гордо в перспективе.